Реальная причина, зачем вам нужны деньги и что можно сделать, чтобы увеличить свои доходы за счет работы с психикой, за счет работы с мышлением. Обо всем этом поговорим в этом видео. Обязательно досмотрите его до конца. Приветствую! Меня зовут Павел Колесов, я тренер, коуч, психолог. И уже более 20 лет я помогаю людям кратно увеличить свои доходы, удовольствие от жизни, выйти на новый уровень в доходы, в счастье, в самореализации. Я автор четырех книг бестселлеров в практической психологии, общий тираж свыше 100 тысяч экземпляров. Я лично провел свыше 1 тысячи персональных коуч-сессий и отлично понимаю, что происходит у людей в голове, какие у них есть блокировки, которые мешают им перейти на следующий уровень в деньгах и доходах. Если мы говорим про современный социум. В современном социуме деньги нужны. Человек, который говорит, что деньги не нужны, деньги это грязь, деньги это плохо, это либо блаженный, либо идиот. Если вы живете в современном социуме, деньги нужны абсолютно всем, даже бомжам. Но если захотите прийти в пятерочку купить хлеба с молоком, у вас не будет денег, извините, вам никто ничего не продаст. Попытаетесь воровать, но в общем вас закроют. То есть деньги нужны без денег в современном обществе, к сожалению, никуда. Ну почему нужно разбираться, для чего нужны деньги? Потому что чем лучше, вы понимаете, а для чего, зачем вам на самом деле нужны деньги, тем проще и легче вы сможете этих целей достичь. Если вы просто говорите, я хочу много денег, а для чего, а фиг кого знает, я не знаю, я просто хочу, чтобы было много денег, чтобы они о чем не парят, чтобы я чувствовал себя крутой и самореализованной. Вот такая ихня абсолютно не работает. Чем лучше, чем конкретнее вы понимаете, зачем вам на самом деле деньги, и этот алгоритм вам сейчас дам, тем проще и легче возможности своих целей достичь. Потому что деньги нам нужны, как правило, не сами по себе, потому что деньги жрать невозможно, в деньги одеваться нельзя, и ну только печку-то пейдай, спать на них, не знаю, если там из них сделают какую-нибудь подушку. То есть деньги всегда это инструмент для достижения какой-то цели, потому что тут есть цель деньги, а есть цель, которая находится за деньгами, то, что на самом деле хотите. Потому что если вы идете только к деньгам, вы будете все время упираться в стену. Если вы знаете, есть один очень простой способ, как можно достигать цели. Если хочешь достичь какой-то цели, нужно бить не в цель, а нужно бить за цель. Точно, если когда-нибудь наблюдали, как обучают пробивать доски там в карате. Если каратека бьет кулаком в доску, он ломает себе руку. А если он бьет не в доску, а если он бьет в точку за доской, то есть вот сюда вот так вот, на пронос, он, собственно, доску ломает легко. Точно так же, если вы ставите себе цель в деньгах, вы, собственно, будете об эту цель ломать руки, ноги, головы, свою жизнь и так далее. Нужно понимать, а вот за этой целью, что стоит дальше? Какая следующая цель? И один простой вопрос, который позволяет это дело все прояснить. Вот у вас есть цель, а вы говорите, я хочу, чтобы здесь, поставьте деньги, квартиры, машины, замужество и так далее. Вот я хочу, а чтобы что? А что находится на следующем этапе? Для чего вы хотите, чтобы у вас были там квартиры, машины или деньги? К чему вы на самом деле идете? Собственно, парочка примеров. Я хочу, чтобы у меня был пассивный доход, пассивный капитал, чтобы что? Для чувства спокойствия. Это очень частый ответ. Когда мужчина говорит, я хочу крутую машину, или женщина говорит, я хочу крутую сумочку или крутые шмотки. Для чего? Для чего крутая машина, для чего крутые сумочки или шмотки, чтобы что? Очень часто здесь второй этап следующий для ощущения собственной крутизны. Что я крутой, что я крутая, что я состоялся. Если вы посмотрите, вот второй этап, для чего вам нужны деньги, они, как правило, не материальные вещи. Они, как правило, эмоциональные. Ощущенческие. Потому что деньги, если вы посмотрите, ну, в общем, любая цель нужна нам не сами по себе. Деньги нам нужны для эмоций, связанных с достижением этой цели. Или с эмоциями, связанными с жизнью, когда вы эту свою цель достигли. А какие эмоции будут на следующем этапе? Собственно, вот в этих эмоциях заключен, собственно, смысл. И, собственно, когда вот это для себя отвечаете, вот я вот хочу там эти деньги, чтобы что? Вот это цель. А следующее. Эмоции. Какие? Переживания. Какие? Вам тогда станет гораздо проще, гораздо легче, чего вы на самом деле хотите. Потому что люди упираются в деньги, но вот эти эмоции можно получать зачастую не через деньги. А там есть контакты, связь и знакомство. Возможно, в общем, там есть очень много разных вариантов, как достичь таких. То, что хотите. В том числе, работу с коучем, психологом, который поможет вам навести порядок в голове и понять, что, может быть, вы можете ощущать, что вы уже крутой. Что для этого не надо покупать машину за 35 миллионов или за 150 миллионов рублей. Что можно ощущать себя крутым прямо сейчас. И тогда, в общем, эти деньги, вместо того, чтобы выбрасывать в тачку, можно вложить, например, в недвижку, в акции, в облигации, в инвестиции еще куда-нибудь, в которые вам надо приносить пассивный доход. Так вот. Чему я все это говорю? Причина отсутствия денег или там, когда у человека мало денег, недостаток денег, она никогда не логическая. Причина, когда денег мало, она всегда эмоциональная. Всегда. В стопроцентных случаях. Потому что, если бы у вас причина, то, что у вас денег хватает или денег мало, она была бы логическая, она бы решается логически очень просто. Вы идете на всякие там сливы, склаченные, там выложен миллиард курсов. Про то, как зарабатывать на недвижимость, на крипте, на арбитраже, на копирайте, в общем, на чем угодно. Скачиваете, слушаете, внедряете профит, получаете результат, зарабатываете деньги. Только так почему-то никто не делает. Только так почему-то ни у кого-то нет результатов. А почему? А потому что самосаботаж, прокрастинация, внутренние блокировки, которые как раз мешают величие дохода. Потому что дело не в деньгах, дело как раз в эмоциях, которые связаны с деньгами. У большинства людей, к сожалению, с деньгами связаны негативные эмоции. Эмоции страха, стыда, вины, агрессии, обиды. И как вы думаете, будет ли ваше бессознательное помогать вам достигать цель, с которой связана у вас, лично у вас там, не знаю, страх, обида, вина, гнев, депрессия? Не будет. И вы будете так вот биться, как муха об стекло, не понимая, что же такого, что же не работает, что же не получается. Так вот, что может мешать? Собственно, три основные причины. Первая. Если у вас с вашей целью связаны какие-то негативные эмоции. И как вы сегодня говорили, мне надо, мне нужно, я должен, мне необходимо. То есть вы будете рвать себя на немецкий крест, насиловать себя, вылетать в выгорание, в усталость и цели не достигать. Причем потому что ваше бессознательное против. Потому что у вас в мозгу пока что связано с негативным эмоциям. Это можно убрать, это можно расцепить буквально за одну консультацию. Это делал человек, в общем, к своей цели начинает лететь, как ракета. Потому что, еще разок, прийти на отсутствие денег, она никогда не рациональна и логическая. Она всегда эмоциональна, она всегда находится внутри самого человека. Так вот, первая причина, что может мешать, когда у человека с целью связаны какие-то негативные эмоции. И тогда все. Вторая причина. Правильная формулировка достижения цели звучит следующим образом. Я хочу, я имею на это право. Это внутреннее самоощрение. Это дает чувство уверенности в себе. Если у человека не срабатывает первая часть формулировки, если человек говорит, а я не знаю, чего хочу. А если я не знаю, чего хочу, тогда и денег, извините, не будет. Потому что деньги – это инструмент достижения того, чего мы хотим. Соответственно, как это вырулится из этой ситуации, когда я не знаю, чего хочу, это отдельная песня, не в этом видео. Может, потом как-нибудь еще отдельно запишу. Соответственно, это первая часть мозаики. Если вы себе честно не знаете, а я не знаю, чего я хочу, я вас огорчу, денег у вас не будет. То есть, вы будете жить на уровне нищеты, на уровне бедности, на уровне богатства вы не выйдете никогда. Потому что мне очень понравилась фраза от Гребенюка. Он в каком-то из своих коротких роликов сказал. Какие нахер вы хотите миллиарды, если вы не знаете, что вы хотите съесть на обед? Потому что путь к большим деньгам начинается с таких вот мелочей, когда вы совершенно четко понимаете, чего вы хотите. Потому что я понял, что я хочу вот это видео записать именно в этой рубашке. Потому что она прикольная, она красивая, она очень дорогая, она из чистого шелка. И в общем, больше есть людей, такую рубашку себе позволить, мягко так скажем, вряд ли когда смогут в своей жизни. Так вот, первая часть – я не знаю, чего я хочу. Вторая часть – я знаю, чего я хочу. И внутреннее самое ощущение, что я имею на это право. Потому что у большинства людей, даже если они выполняют первую часть формулёровки, я знаю, чего я хочу. Но если у них внутри идёт ощущение, чувство. Я знаю, чего я хочу, но блин, я не чувствую себя достойным этого, я какая-то не такая, я какой-то не такой. То денег тоже не будет. Будет саботаж, будет прокрастинация. Потому что, к сожалению, такие вот эмоциональные запреты, они блокируют приток денег, приток энергии. И человек остаётся на своём текущем уровне. Причём текущий уровень может быть очень приличный. Но беда в том, что когда такие вот блокировки срабатывают, человек становится жить скучно. Если вам стало жить скучно, это как раз прямой показатель того, что вам пора переходить на следующий уровень. Пора искать вот эти вот ментальные, эмоциональные блокировки, которые мешают вам совершить переход на следующий этап. В большем уровне доходов. Реальный кейс с одним из моих клиентов. Году в 2012-м ко мне обратился дядька. Как раз у него жалобие, что там чё-то я вот не знаю, чего хочу. Чё-то как-то жить скучно. Помогите разобраться. Бла-бла-бла. Мне удалось с ним, собственно, всего за одну консультацию мы с ним разрулили. Она там была долг, где-то часа там около двух-трёх. В общем, мы разобрались. Я, собственно, ему помог. Он там полетел, как на крыльях. А в чём казалось дело? Дядька был, в общем, реально крутой. В году 2012-м предприниматель, бизнесмен. Чистая прибыль порядка двух миллионов рублей в месяц была. Это сколько было? Ну, 70 тысяч долларов примерно. Там 60-70 тысяч долларов. И в общем, с деньгами всё хорошо. Там квартира, машина, путешествия. Там дети, семья, любовница. В общем, всё, чё нужно, всё, чё ему было. Но чё-то скучно. Чё-то как-то не хватает. Хотя с точки зрения финансов он всё упакован. Всё нормально. Про безопасность разговора нет. Мы стали разбираться. Я понимаю, что если человек говорит, что ему скучно, то значит, что есть какой-то запрет. Мы стали с ним разбираться, разбирались, разбирались, разговаривали, разговаривали. Я из него вытащил, что он уже, ну, вроде состоявшийся, вроде крутой, а у него есть такая прям заветная-заветная мечта. Он хотел себе марину. Марина – это, ну, не знаю, этот термин так, это судоходная стоянка для этих яхт и разных прочих таких водоплавящих штук. Он хотел себе там то ли в Черногории, ну, там где-то вот в тех краях. И марина стоила, что вы понимали, ну, там, там, то ли купить, то ли с нуля создать порядка двух миллионов долларов. Если в рублях это было, сколько там, посчитать, ну, в общем, я помню там, что у него было какое-то соотношение, типа там, у него доход был ежемесячно 2 миллиона рублей, а ему нужно было 600 миллионов рублей, то есть разница в 30 раз. Он, собственно, смотрел на эту разницу в 30 раз, и, вероятно, когда он принял решение, что эта мечта очень дорогая, я не могу себе позволить, это как слишком дорого. Мы когда из него это вытащили, и он себе сейчас признался, да, я хочу марину. Да, я хочу марину, на самом деле. Ну, он же предпринимает, он бабки зарабатывать умеет, и мы с ним поговорили, и он, собственно, там рассчитал, да, если своих бабок нету, там, кредиты, инвесторы, там, договориться, он там, ну, мужик шустрый, там, договориться умеет, и все, он убежал на крыльях и, собственно, начал воплощать свою мечту. В чем я говорю? К тому, что причина отсутствия денег, еще разок, она никогда не логическая, она эмоциональная. И, соответственно, когда вот эти вот эмоциональные причины находите, вы их у себя убираете, возможен резкий рост по деньгам, когда вы пробиваете потолок, со стороны другие смотрят, говорят, блин, а что с ним такое произошло, как он такого сделал? Если вас такое интересует, я приглашу вас ко мне на консультацию, ссылочка находится ниже под этим видео. Приходите, поговорим и разберемся, что и как можно сделать, чтобы лично вы могли зарабатывать гораздо больше, гораздо легче, гораздо меньшим количеством усилий, чтобы вы могли по-настоящему получать кайф и удовольствие от своей жизни. Ссылочка на консультацию находится ниже под этим видео. Регистрируйся, буду рад с вами пообщаться. Если вам это видео понравилось, нажмите, пожалуйста, на кнопку лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео. Если вы там согласны, не согласны, в комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, как вы думаете, зачем вам на самом деле нужны деньги. Потому что эта технология очень простая. Когда вы берете какую-то цель, и тебе скажите, я хочу вот это, чтобы что. И когда вам пришел вот этот ответ, следующий вопрос. А вот это, чтобы что? И к этому ответу. А вот это что бы что. И таким образом вы у себя раскручиваете, от чего вы на самом деле хотите. И нам обычно любая цель, она не в какие-то внешние штуки упирается. Она упирается в эмоциональные штуки, в состоянические штуки. Я хочу что-то во внешнем мире, чтобы чувствовать себя радостно, уверенно, гармонично, спокойно, вдохновленно, воодушевленно и так далее. Потому что суть любой цели, любого результата, который вы хотите в внешнем мире, не в самом результате, а в том, что вы будете переживать, проживать какие-то эмоциональные состояния, важные для вас. И вот это, собственно, называется честность с собой. Потому что если вы там себе врете, я вот хочу, чтобы помогать людям, нет, я хочу зарабатывать много денег, чтобы помогать людям, благотворительность, прочная штука, извините, денег у вас не будет. Возможно, кого-то огорчит, но по-настоящему вопрос благотворительности для вас станет актуальным только тогда, когда вы выйдете с уровня бедности, с уровня нечто, но уровень такой обеспеченности, с уровня небеспеченности в России, это где-то сейчас примерно миллион рублей чистыми в месяц. До тех пор, пока у вас нету одного миллиона чистыми в месяц, греть себе голову о том, да блин, я ж так мало помогаю, этому миру себе помогите, сделайте себя богатым, счастливым человеком, вы сделаете для мира гораздо большим, когда будете от сердца открывать последнюю копейку и куда-то там совать. Потому что когда человек стабильно делает миллион плюс, он уже живет в состоянии изобилия, и он хочет поделиться от чистоты сердца, от того, что на самом деле уже много, и я могу дать без ущерба для себя, для того, чтобы приумножить количество света и добра в этом мире. Так что, потому что я вот увидел, я почему про это говорю, я очень много консультировал людей, я очень много видел, вот это вот, когда лапшу у людей с их собственных ушей снимал, говорят, я буду много зарабатывать, я построю больницу для кошечек, для собачек, детский дом, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это, говорят, люди, которые зарабатывали на 25-40 тысяч рублей, у которых опыта зарабатывания больших денег ноль. Но для них это была такая вот сладкая мечта. Почему, собственно, они такие штуки себе мечтали? А потому что у них как раз был эмоциональный запрет. Запрет на то, чтобы зарабатывать много денег. А тут, если у меня много денег, я буду много помогать людям. И тогда, типа, я не хороший человек, не плохой человек, а, наоборот, хороший человек. Я же много помогаю другим людям. То есть причина была чисто эмоциональная, что у них был страх осуждения. Потому что мне было связано, что деньги это большие, богатые люди, это жадные, плохие, нехорошие, которые ни с кем делятся. А если делюсь, я хороший, тогда вот эту штуку я смогу избежать. Потому что богатые люди бывают разные. Бывают жадные, бывают чедрые, и бывают плохие, бывают хорошие. Но до сих пор, пока в голове это насрано такое, что надо обязательно помогать, что большие деньги – это только большой стресс, что богатые люди – не только плохие мерзавцы, чтобы не быть плохим мерзавцем, я буду вкладывать деньги в благотворительность. Вот все эти замечательные люди, которые мне рассказывали сказки, как они станут богатыми, как они станут помогать, ну, я на рынке уже 25 лет. Ни один не стал богатым. Ни один. Ноль. Зеро. Почему? Потому что они себе врали. Они врали про то, что они хотят на самом деле. То есть, они говорят, я хочу деньги, чтобы помогать, а на самом деле они хотели чувство хорошести. Я хорошая девочка, я хороший мальчик, я приличный человек. А, к сожалению, на этом больше деньги заработать нельзя. Если вы хотите, на самом деле, увеличить свои доходы и разобраться, какие у вас есть такие ментальные блокировки, приглашаю ко мне на консультацию. Я потому, что помогаю людям увеличить свои личные доходы в 2, в 3, в 10, в 30 раз за полгода за счет работы с мышлением. Потому что ваше мышление и ваши эмоции, это единственное, что останавливает вас от красного, от кратного роста доходов кейсов. У меня там вот по ссылочке записанной консультации, там выложен вагон и маленькая тележка. Какие результаты я даю людям, с которыми я, собственно, работаю лично. Ну что, в комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Если можно выполнить вот эту практику, вот я вот хочу, чтобы что, и также результаты, выложите, что у вас получилось, какие инсайты вы получили, когда выполняли эту практику. Ну, если хотите разобраться, что и как можно сделать лично в вашем случае, чтобы вы могли совершить рвок перехода на следующий уровень в деньгах, самореализации, в счастье от жизни, приглашаю на консультацию. Ссылочка находится ниже под этим видео. Буду рад с вами пообщаться. Благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов. Мой персональный сайт павел-колесов.ру. И да пребудет с вами сила и любовь. Я вас верю, у вас все получится. Счастливо!